Марка Volkswagen объявила российские цены на обновленный Passat. Выбор модификации ограничен тремя вариантами. К нам приехали два бензиновых турбомотора. Притом младшему, кроме семиступенчатого преселектива, полагается и шестиступенчатая механика. Благодаря появлению новой стартовой версии с механической коробкой, тканевым салоном, обычным кондиционером и штампованными колесами, цены снизились почти на 200 тысяч рублей по сравнению с дорестайлинговой машиной. Напомним, что Volkswagen Passat обновился еще прошлой зимой, но до России добрался только сейчас. Сам рестайлинг получился скромным. В список обновлений вошли только новые бамперы и слегка подправленная решетка радиатора. Хотя наиболее явным отличием от предшественника стали противотуманки другой формы. В интерьере главными изменениями стали новый приборный дисплей, а также современная медиасистема. В списке опций заявлены матричные фары плюс автопилот, который может работать на скоростях до 210 км в час. На белорусском заводе Бел-Джи начался выпуск компактных кроссоверов G-League Col-Ray. Сейчас модель выпускается методом крупноузловой сборки, но вскоре будет запущен переход на полный цикл производства со сваркой и окраской кузовов. У машин трехцилиндровый полуторалитровый турбомотор, семиступенчатый преселективный робот и передний привод. Col-Ray на 18 сантиметров короче Атласа. То есть он должен составить прямую конкуренцию компактным моделям вроде Hyundai Creta и Renault Captura. Белорусские ценники уже опубликованы, а через некоторое время Col-Ray местной сборки выйдет на российский рынок.